добрый день немного жизни животных расскажу у нас парада курочек мы купили прошло в этом году в мае месяце яйца положили в инкубатор купили 35 яиц выросло большинство петухов и 8 курочек сколько у нас из того количества яиц что мы купили вылупилось 29 петухов очень много а курочки маленькие изящные стройненькие и вот они начали нестись уже месяц несутся в 6 месяцев начали нестись посмотрите какие белоснежные яички вот каждый день вот такое количество яиц из малого количества курочек 9 курочек и каждый день вот по 5 яичек ну то есть одни наверное отдыхают а другие несутся первые яички были вообще маленькие вот такие вот я собачкам отдавала вот такие на половину маленькие прям так интересно а по величине они нормальные стандартные яйца это яйцо курочка мастер грей они у нас год где-то полтора наверно но они немножко больше но несутся они не так интенсивнее как порода леггорн это порода курочек очень маленькие но они не мясо яичные а яичная порода по сравнению с мясо яичной породой мастер грей артентон я вам покажу петушка чуть позже для меня они очень маленькие поэтому я так и сказала в самом деле они нормальный стандартный вид курочек в общем сейчас перейдем к самим курочкам вот эта порода курели леггорн они на вид стандартные курочки петушки такие красивые миниатюрные у нас очень много петушков будет очень много холодцов скажем нам запел красавчик а вот курочка маленькая красавица но яйца у них нормальной стандартно это у нас артентон смотрите какой петушек он мощный солидный мы не это мясо яичная порода мы держали артентоном они несутся меньше но мясо в них очень много хорошие посмотрите что творят мои петухи они через сетку дерутся у них такая привычка у этих новых курочек и петушков взлетают на сетку и перелетают посмотрите какая высота сетка где-то метр восемьдесят два метра наверное и петухи все равно перелетают легкие изящные смотрите какая курочка хочу поймать показать вам не хотят на руки идти посмотрите какая она маленькая а петушки дрочливые между собой очень дерутся хорошо сейчас покажу некоторые некоторые даже шею на крови расплевали на куриц нападают это у нас смесь мы в инкубаторе выводили мастер грей и арпингтоны и получились такие рябушечки а петухи чистый арпингтон сейчас буду загонять этого проказника который вышел из сетки хочет своим собратьям нападают друг на дружку дерутся но это петухи это всегда так было и будет не завоевывают территорию а этот петух арпингтон очень спокойный такой массивный солидный сейчас я вам расскажу чем мы их кормим какие витаминные добавочки старается поет подробно все покажу и расскажу сначала надо загнать этого проказника который выскочил на волю и гуляет ест мою клубнику всю серединку аж выклевывает давай заходи домой у меня такая палочка собачки подгоняют алиса давай подгони открываю сетку палочкой загоняю он заходит пока гуляет убежал от меня домой 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 давай загоняй собаки мне помогают конечно но не очень петуха с помощью палок и собак теперь могу рассказывать дальше сетку закрою так они у меня живут здесь под навес дождь на них не капает сверху абрикос растет им здесь хорошо ну там у них проход они выходят на улицу через это мелкое помещение а в этом помещении мы цыплят держим но это я вам потом расскажу а здесь они выходят на улицу сейчас были дожди и они сами не хотят идти пачкать лапки здесь тоже у них загродочка такая абрикосы растет и летом им чудненько здесь все курочки вышли один как один в один ждут еды сейчас идем мешать им вкусняшку даже и петухи поют и курочки поют все стараются по своему кто кудакчит кто поет криконы какие вот она чистила картошку отварила шкурочки там и яблочки бурячки все рацион у них конечно разнообразный сейчас мы будем делать им вкусную смесь для того чтобы им было приятно ее кушать полезно и вообще начинаем высыпаем все в корыто это корыто специально чтобы готовить зерна смесь для курочек и корма добавки очень удобно вымешивать так если высыпать картошку вареную они конечно тоже склюют но сейчас нужно добавить кое-что повкуснее и пусть едят конечно уже рациональное питание в нашу картошечку мы высыпаем два черпачка друшлячка таких отрубей и второй друшлячок высыпаем а отруби нужны для того чтобы убрать лишнюю влагу в которой варилась картошка и наша мешанка будет не такая мокрая а будет слегка влажная увлажненная теперь высыпаем друшлячок кукурузки дробить на нее не дробим так как мы приучили своих курочек кушать целую сразу конечно дробили цыплятам а затем начали давать целиком и они привыкли к целой кукурузке два друшлячка пшенички добавляем так как курей большое количество они должны наесться поэтому мы вот второй друшлячок мост перебил макуху и в эту смесь мы добавляем еще макухи и немного добавим сыворотки от остатки творога я делала осталось жалко выливать а курочкам это очень полезно там и жиры и кислоты чуть чуть слегка и теперь это все нужно перемешать увлажнять больше не нужно так как достаточно будет влаги из картошки и полили сывороткой пахнет макухой такие запахи пошли при перемешивании этого всего макуха свое дала запах семечек вообще балденно пахнет сама бы уже ела такое такое пахучее посмотрите какое оно получается красивое сейчас посмотрите как курочки начинают съедать с какой интенсивностью пересыпаем это все в ведро так как в корыте донести неудобно одного петушка загнала другой выскочил теперь этого нужно загонять это я на палке одела от пива от воды такие железные чтоб при наклонах не удариться не шторхнуться глазом сейчас будем загонять в красавца и кормежка пойдет а куры ждут чувствуют уже еду наверно у них тоже есть мусовые рецепторы им пахнет сдалека курочка вскочила наверх не знает как подойти какой стороной муж поделал такие кормушечки удобные обычно свиньям такие делают кормушечки а у нас для курей вот так вот мусор высыпается за ручку берется все ждут все готовы поедать пищу хозяин не несет вот идет хозяин и встречает итак смотрим как куры встречают еду посмотрите одна взлетела не успевает а то ей не достанется смотрите все бегут все хотят этой вкуснятинки но запах конечно обалденно пахнет всем достанется не волнуйтесь всем кормушечку никому никого не оставим без еды ну так в кормушечку насыпается еда очень удобно за ручку лишнее высыпать и все вот так поедают курочки с удовольствием рацион у нас разнообразный вместо картошки мы трем кабаки но кабак часто нельзя давать потому что пальцы вымываются из организма ну они съедают все до конца до остатка ничего не остается да да а петушки претенденты у нас на бульон на холодец скоро новый год но этого конечно мы оставим наш серафим арпингтон мы его держим для красоты это золотой арпингтон называется не не золотой по моему золотой палевый это одно и то же желтенький красивый идите ешьте красавцы с таким удовольствием поедают всю пищу ну мясо яичная порода ест намного больше кормежки им на день не хватало надо было несколько раз в день давать а эти яичная порода нормально с едой а эти два дрочуна этот не идет кушать а этот сбежал в огород и вот стоит орет и зайти не хочет заходить а этот не идет кушать ждет его подраться вот такая вот ситуация у меня с петухами очень много развлекаюсь каждый день как хочу так и развлекаюсь хочу наблюдаю драки хочу кормлю хочу бегаю по огороду догоняю их сейчас собак натравлю они его загонят ко мне а я загоню в клеточку каждый день набираем чистую воду алюминиевая кустрюлька очень удобно даже если мороз вода замерзает горячей воды вдалили и размораживается выбросили лед и чистой воды наливаем каждый день должна быть у курочек чистая вода вода как только наливаешь чистой воды обязательно они подходят к водичке и начинают пить они немного боятся я сажу с камерой чистую воду они пьют с удовольствием а потом начинают в течении дня и ноги там мыть все и приходится менять водичку те дерутся те ногами залезли ну как курочки ну такая порода у нас курочки еще мы им даем битый кирпич для того чтобы были ракушняк мы будем ставить вот такое приспособление может сделал на сетку повешал сварил там с арматуры или что это вот это проволока ну так он и сварил крючками повесили на сетку и оно висит и выше уровня земли и куры не насыпают не пачкают туда мусора не насыпают загнала голодающего петуха вот он пошел интенсивно кушать боится убежал итак дорогие друзья что мы делаем дальше есть у меня вот такой вот камень ракушняк у нас его очень много достать его совершенно не проблема старые дома рушатся этого ракушняка полно что я делаю это хороший источник кальция для кур они его с удовольствием клюют яички потом скорлупка твердая твердая ну конечно целый камень они не угрызут что я делаю беру топор старенький кусочек отколол вот я даже покажу структуру ракушняка видите вот тут вот ракушки очень много ракушки это когда-то древнее море дно на дно садились ракушки погибали там и вот получается ракушняк то есть это много слоев ракушек вот они даже видно ракушки что мы делаем дальше берем топор и вот так вот раз 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 все это перебиваем вот так вот бьется очень легко легко бьется он мягкий и курочки поедают его с удовольствием его поедают это огромный источник кальция для кур минеральная подкормка даже не надо эти подкормки разные ну натурально это тоже сюда еще можно добавить крупный песок но пока у нас его нету закончился надо поехать набрать речной не морской речной не морской потому что у нас море морской не годится песок он мелкий и соленый мелкий ну не пробовал я его на вкус но я знаю что он не годится вот так мы бьем ракушку ракушняк сюда можно добавить еще мелкие камушки с удовольствием это для пищеварения переваривать кукурузку пшеничку камушки помогают в желудке укориться человеку конечно не рекомендуется камни глотать для улучшения пищеварения люди привыкли к таблеткам да люди таблетки едят а это натуралочки вот я побил ракушняк это им хватит недели на полторы а то и на две еще кусочек у меня остался сейчас пересыпаем в ведро и насыпаем курочкой сегодня 25 декабря у нас еще хризантема цветет тут она засветилась как-то камера вот хочу показать цвет хризантемы желтенькая цвет конечно после дозе они поникли уже но еще цветут вот цветочки ромашечки хризантема цветет живем мы в Одессе белая хризантема цветет листики даже не посыпались роза зацвела курочки уже немного насытились уже от кормушек подходили сейчас будем насыпать другую витаминную подкормку насыпаем ракушняк и они вот уже с удовольствием они сразу подходят начинают клевать и петушки и начинают клевать они выбирают все самое вкусное и съедают его до конца ничего не остается не за один день не за один раз недельку где-то недельку полторы ну как закончится самым другую порцию дадим с камушками просто мы зашли в клеточку они нас боятся все не могут подойти так бы их было больше количества это самые смелые подошли ну петушки у нас любвеобильные скоро они из белых курочек станут черными у нас зима грязь болото сырость юг Украины снег мы уже не видели давно уже начинаем забывать что такое снег с этим глобальным потеплением ну как то так а петушки скоро пойдут в холодильник все на бульоны на суфы в морозильную камеру в морозильную камеру тогда курочки наши немножко станут почище ну мы довольны этой породой курочек пока они показали себя хорошо показали посмотрим как будет дальше да что самое интересное в этой породе заявлено что они несутся в течении трех лет а даже и до четырех не теряя яйценоскость если взять вот у нас были арпингтоны мастергрей были арпингтоны вообще очень мало несутся ну это мясная порода мастергрей мясо яичное они год и все дальше яйценоскость падает сильно вот мы заметили очень сильно посмотрим как эти курочки будут если три года то зачем нам их менять я возьму от них яйцо и развезу себе еще больше курочек вот оставлю пару петушков на развод ну как то так декоративные они такие красивые хвосты у них такие торчащие гребешочки необычные арпингтона просто нету этих гребешочков мы уже отвыкли от этой красоты ну повторимся у нас зима летом у нас конечно тут вообще красота мы им много травы зеленой даем они с удовольствием песни поют стараются замечательно вот им кабак бросили они выклевывают серединку шкурочка тоненькая остается а здесь у нас мы цеплят ставим чтобы бройлеров когда покупаем они у нас на сетке разводятся внизу ходят курочки а вверху там сейчас пыльно не буду показывать когда будут бройлеры вам все сниму расскажу подробно переведем в порядок мы там закрыли все ведра ненужные поставили а внизу курочки ходят на улицу всем спасибо за внимание сегодня вам показала свой птичий двор и красавцев петухов потому что на фоне петухов курила вообще практически не видно одни петушки так посмотреть гребешок 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 красота мальчишки у нас всем удачи всем пока хочу вам показать как мои петухи лезут на сетку вот вариант они лезут на сетку для того чтобы гонять птичек вот эти птицы собираются поедает их неозерно они со злостью бегают по сетке и гоняют этих птичек и слетают вот так вот вот такие они у нас летчики испытатели среди соревнования их строк на т.н. Detалась вы